Послание к Эфесианам святого апостола Павла. Глава первая. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все поднебесное и земное соединить под головою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины благовествования нашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Эфесинам, глава вторая И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Упразднив вражду плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Послание к Эфесианам, глава третья. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, духом святым. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я подару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него, посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колено мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, додаст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией, а тому, кто, действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Послание к Эфесину, глава четвертая. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в миру полного в возрастах Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Голова, Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякою злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Эфесинам, глава пятая. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Послание к Эфесинам, глава шестая. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеко-угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними также, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевшее устоять. Итак, станьте припоясавши чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовестовать мир. Апаче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открытое с дерзновением, возвещать тайну благовестования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всём известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.